Может запищать, может дернуться, вы фиксируете. Таси и Мухтар теперь, можно сказать, официально зарегистрированы. Речь идет, конечно, не о брачном союзе, а о чипировании. С января следующего года эту процедуру обязаны провести владельцы для своих собак, всех без исключения пород. В одной из государственных барнаульских ветклиник за последние несколько недель чипировали и зарегистрировали больше сотни четвероногих. Процедура платная. У нас в государственной вместе с внесением в базу это стоило порядка 600 рублей. Мы сейчас ведем такой льготный период. У нас, условно говоря, уже две недели мы уже работаем. И до 1 марта 2025 года мы будем чипировать в районе где-то 140 рублей. Цена демократичная, говорят в управлении ветеринарии. Все для того, чтобы желающих к чипированию питомцев было больше. Пока регистрировать животных можно в ветеринарных клиниках Барнаула, но эта процедура неудобна для жителей отдаленных городских поселков. В управлении нашли выход. Мы будем выезжать непосредственно в какой-то поселок. Нам либо предоставят место для проведения этих мероприятий, либо мы из машины будем отрабатывать. И для тех, кто действительно далеко тяжеловато добираться, такую помощь окажем. Мера хорошая, но одной ее явно недостаточно, говорит руководитель приюта «Ласка» Софья Куликова. Важно сделать вот этот технологический процесс максимально простым. Если он будет максимально простым, то, конечно, и количество зарегистрированных будет намного больше. Зачастую цепную собаку с частного сектора где-то привезти сложно. Если сам ветврач придет, наверное, это будет намного проще. И, наверное, это будет намного результативнее, потому что пришел, увидел на цепи, будь любезен, зарегистрируй. Провести чипирование возможно и в частных клиниках. В последних, правда, дороже. И здесь сведения о собаке не внесут в общую базу данных. Регистрация питомца возможна только в государственной клинике. Именно она уполномочена вести специальный реестр животных. Чтобы и вашу собаку, в том числе уже чипированную, в другом месте внесли в него, нужно попасть на прием либо в порядке живой очереди, либо записаться онлайн. Правда, последний способ станет возможным только со следующего года. Систему онлайн-записи пока еще тестируют. Тем не менее, специалисты призывают владельцев собак не откладывать чипирование и регистрацию питомца в долгий ящик. Тем, кто этого не сделает до июля следующего года, ждет штраф от трех до пяти тысяч рублей. Елена Кузовкина, Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. Продолжение следует... Продолжение следует...